Раз, два, колено, колено, молодцы, шоу! В городе продолжаются тренировки в рамках акции «Самара в движении». В парке Гагарина на площадке у стадиона профессиональные тренеры из фитнес-клубов и танцевальных студий каждый вечер проводят бесплатные занятия спортом. Тренировки для всех желающих по разным направлениям в фитнесе. Растяжка, силовая тренировка, йога, зумба. Для всех желающих жителей Самарской области гостей. Я провожу функциональную тренировку. Она направлена на общее развитие организма, развитие двигательной активности и выносливости. Функциональный тренинг – это занятие собственным весом. Спортивные снаряды не требуются. Упражнения задействуют различные группы мышц, развивают силу, гибкость, концентрацию, равновесие. А высокий темп тренировки помогает активно сжигать калории. Первый раз это не получается ни у кого. Но когда приходишь второй, третий, и ты понимаешь, что ты становишься гибче, лучше, выносливой, сбалансирование. И это все благодаря даже одной тренировке в неделю. Я могу сказать, что я, например, часто пускаю тренировки в своем клубе, потому что здесь это намного эффективнее. Тренировка на свежем воздухе – это намного эффективнее. А то, что это еще бесплатно, это, естественно, большой бонус. Наряду с функциональной тренировкой прошли занятия по пилатесу. Это система упражнений, которая была разработана в начале 20 века для реабилитации после травм Йозефом Пилатесом. Цель – занятие оздоровления суставов, укрепление мышц, снятие напряжения и боли в теле, коррекция веса, улучшение осанки и самочувствия в целом. Люди уже интересуются, люди приходят, и это для них такая как альтернатива либо залу, либо тем тренировкам, которые были отменены на лето. Такое тоже бывает в спортивных деятельностях. Поэтому я думаю, что это очень актуальное и правильное направление с точки зрения здоровья и фитнеса, и именно физической культуры. Акция «Самара в движении» продлится до конца лета. Занятия проходят не только в парке Гагарина, но и на второй очереди набережной. Я давно занимаюсь спортом, и летом, когда поступило предложение посещать еще тренировки на открытом воздухе, я, в принципе, с радостью согласилась, потому что это развитие ловкости, умений, силы поднять иммунитет. Это можно совмещать с прогулками на свежем воздухе, ну и к тому же я считаю, что мы должны показывать пример своему новому поколению, своим детям. Ознакомиться с расписанием тренировок можно на сайте городской администрации, а также с помощью QR-кода. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.